Поднимите руку, кто сегодня пользовался смартфоном. Реформа педобразования превращает страну троечников в страну двоечников. Если вдруг мы победим в этой битве с Грефом и компанией, в битве за Москву, то потребуется учителя. Педагогика, она всегда страдала от дилетантизма определенного. Почему наши самолеты летают? Мы, говорит, специалисты берем в России, в Китае, в Индии. Курьеров требуется 35 тысяч. Нужно открыть 35 университетов подготовки курьеров. Маткульт, привет всем, друзья! Привет! Всем привет! Итак, у нас примерно раз в месяц на канале происходит заседание Министерства образования в изгнании. Или, может быть, более правильно сказать, теневого Министерства образования, потому что нас никто ниоткуда еще не изгонял. Вот. Ну вот, значит, мы, соответственно, обсуждаем проблемы образования честно, откровенно, просто без купюр, все как есть. У нас в гостях заслуженный учитель России, лауреат премии мэра Москвы, мэрии Москвы. Да, правильно. И соавтор школьного учебника Никольский-Шевкин, да, по математике. Там у нас четверо. А, четверо, четыре соавтора. Вот. Александр Владимирович Шевкин, кандидат педнаук, педагогических наук. Вот. Ну и я, когда меня спрашивают, все вот не дадут соврать, что когда спрашивают, по каким учебникам надо учиться в школе, я всегда называю учебник Александра Владимировича. Когда-то давно мне прислал Александр Владимирович слайды, и они мне прям так понравились, что когда мне говорят, так, вот как готовиться к сталурокам математики, к ним же даже приступить невозможно. Я говорю, вот Александр Владимирович вас подготовит по слайдам. Вот вам слайды, и вот готовьтесь. Так что, вот, встречаем Александра Владимировича. Ну, спасибо. Спасибо. Нашего гостя главного. И Паша Иванов, который здесь уже появлялся. Привет. Привет. Александр Владимирович, к вам. К вам. Вот, и Паша, преподаватель информатики, разработчик, и мой помощник в вопросах массового образования. Вот, ну вот, сегодня мы беседуем. У нас беседа называется «Судьба школы». Ну, собственно, более-менее все наши беседы так называются. Ну, и как бы мы, в целом, мы на выходе должны подготовить, на выходе через какое-то количество месяцев, видимо, мы должны подготовить презентацию, в которой будет, во-первых, представлен так называемый «Народный Росстат». То есть данные, которые вы не найдете в Росстате, про то, что происходит с образованием в последние 30 лет. Это вся правда, там, скажем, хотя бы даже об этом ЕГЭ, да, который можно там, можно обсуждать, какую роль он играл, но, тем не менее, он уже есть часть нашей жизни, и можно посмотреть, как менялись баллы. Как люди сдавали ЕГЭ, ученики, да, от года к году, там, по регионам, все это как-то держится под каким-то, то ли секретом, то ли это где-то можно добывать, но непонятно где, то есть… Я, кстати, знаю одного человека, который может про ЕГЭ интересные вещи рассказать, это Александр Шмелев, который входил в изначальную команду создания ЕГЭ в 2004 году, но потом он из нее ушел, потому что его идеи просто не приняли. Да, понятно, ну вот, может быть, как-нибудь тоже позовем. Вот, то есть у нас, значит, будет такая презентация, где будет прежде всего данные Народного Росстата, а потом наше осмысление всех происходящих процессов, вот, всех, которые сегодня происходят. Ну и вот сегодня мы поговорим с Александром Владимировичем про эти процессы. Значит, Александр Владимирович стоял, ну, очень давно, белословного истока всех этих реформ, ну, в смысле, стоял в том смысле, что наблюдал. Да, в смысле наблюдал, да. Ну, вот, в Народном Росстате, мы, конечно, сведения про ЕГЭ. Потом, значит, про, видимо, положение учителей очень важно, да, потому что сегодня уже идет такая, я бы ее назвал, битва за Москву. Сегодня последний акт вот этого всего, это удаление учителя просто из школьного процесса. То есть, следующая цель, которая не следует. Попытка, это очень видно, предпринята. Попытка не удаления, скорее, а минимизации его роли, смещения с руководящей роли в образовательном процессе на роль такого фасилитатора-помощника, я бы сказал. Пока да. Пока да. То есть, это я так бы сформулировал, учителям всем хотят дать одну и ту же фамилию тьютер. Вот. Помощник, да. Растет это из идеи Карла Роджерса про применение элементов психотерапии в образовательном процессе. Клиент-центрированная педагогика. Но дальше там, соответственно, по историческим произошел. Очевидный уклон вот в такую управленческое, построение технологии управления массой в образовании, когда масса имеет тенденцию хотеть что-то знать, а вот это излишняя роскошь. Управлять потом такой массой сложно. Об этом нам Герман Павлович. Да, это у нас, да, это, ну, мы как бы понимаем, тенденцию подоплеку мы хорошо понимаем, но на сегодня, как бы, что они пытаются, они пытаются продать какие-то идеи, в том числе и Мишустину, который подписывает не глядя некоторые документы. Вот я бы настаивал на встрече с ним в какой-то момент, чтобы просто, ну, объяснить, что вот эти документы он подписал зря, там тот же ВГОС новый, да, зачем он подписывает ВГОСе. Написано, что дистанционное образование приравнивается к очному нормальному образованию. Соответственно, ну, я не знаю, видел ли он эту строку, но, возможно, он бы не захотел ее подписывать, потому что его посещение офис техлицея было таким, я бы сказал, обнадеживающим. Да, мне очень понравилось. Правда, не из наших источников, а я прочитал в переводе и на СМИ, какую задачку он дал, то, что у нас написали. Дал задачку и удалился. А потом пришел, спросил, нет, не получилось, показал решение. А там была эта задачка, ну, симпатичная задачка. Задачка красивая и не очень простая, да. Да, мне очень понравилось, что наши руководители никогда не опускались в хорошем смысле до школьного уровня. Да, а здесь он пришел. А здесь он пришел и пообщался, и отлично. Я думаю, что на самом деле мы максимально хотим, чтобы все, кто не прямо против нас, были с нами. То есть максимальное количество людей, может быть, будут какие-то споры, заблуждения там, но мы собираем у себя всех, кто на самом деле в глубине души хочет, чтобы образование было хорошим. Вот наша цель, да. А остальных выявить как людей, которые, очевидно, хотят обратного и вот этих уже объявить врагами. Тут уж извините, тут ничего не поделаешь. Те, кто... Ставка слишком высока, чтобы жеманничать и не доводить разговор до конца. Поэтому Мишустина мы причисляем к друзьям автоматом пока, потому что он пришел, он дал хорошую задачу, он сказал, что чем-то проекты, надо заниматься серьезными вещами, да, надо фундаментальное образование получать. То есть он наш друг под тем речам, которые он производит. А значит, подписал он эти документы ошибочно. Ну, соответственно, возможно, он смотрит мой канал, и он, может быть, пересмотрит свое решение, там, отзовет, в общем, посмотрим. Так или иначе, вот, ВГОС, но вообще про ВГОСы, Александр Валерьевич, я хотел бы, чтобы вы рассказали, прежде всего, про ВГОСы. Вот, они делаются некоторым институтом, институтом, который называется, по-моему, ФИРО, если я не ошибаюсь, и возглавляется личностью весьма нашумевшей и, я бы сказал, идиозной, да, Александром Григорьевичем Осмоловым. Расскажите про это все. Ну, давайте, в нескольких, наверное, словах это выглядит так. Во-первых, начались эти ВГОСы очень давно. Ну, это первый неутвержденный стандарт провален, если я правильно помню, 2002 год проваленный в Думе. Стандарт. Днепров. А. Днепров. Вот эти книжечки, федеральный стандарт. А в чем была идея вообще? Я скажу, дело в том, что я наблюдал изнутри и немножко в сторонке. Я работал в Академии педагогических наук, раньше это называлось, институции содержания методов обучения, а потом, ну, Российская Академия образования. Так вот, по математике конкретно, под руководством Фирсова Виктора Васильевича, многие годы и до него, с 43-го года, как была создана Академия, была лаборатория обучения математике, которая готовила программы для всей школы, следила, измеряла, рассылала контрольные, получала результаты, выезжала с проверками. Я сам в 85-м году съездил, в Орел, мы тогда сопоставляли учебники и по разным учебникам мы давали все-таки разные контрольные работы, потому что, ну, в геометрии, скажем, в одном и том же классе, ну, в девятом или там в восьмом, по одним учебникам прошли подобие, а по другим нет, они изучали площади, ну, а в девятом наоборот. Так ясное дело, что нельзя давать один и тот же текст, что делает сейчас Рособранадзор, просто, ну, вот, это отдельно. Это ВПРы, да, вот эти? Да, 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 ВПРы, мы к ним еще вернемся. Так вот, что такое ВГОС? Смотрите, первое, когда стандарт, слово стандарт, вообще слово стандарт предполагает что? Наличие неких эталонов, системы измерений и системы сравнения с эталонами. То есть в образовании, на самом деле, это не сильно работает, потому что образование – это творческий процесс. Ну, вы попробуйте стандартизировать писателей, поэтов, кинематографистов. Да, разговор с финдиректором поэзии. Это же удивительно, да, это же, там, Финн, да, с финдиректором поэзии. Это уже просто, ну, выглядит как абсурд. И тогда что произошло? Поскольку на нашу землю переносили опыт европейских стран, а там кругом стандартизируют, не задумываясь. У них есть это слово стандарт. Для нас это немножко чужеродно. В институте, в котором я работал, ну, была команда, которая, ну, согласилась с этим словом стандарт, но под этим соусом, новым названием стандарт, все-таки это были старые программы. По математике конкретно у нас был обозначен уровень, на котором обучают всех учащихся. Второй уровень. Уровень, на котором должен учиться слабый ученик, если он собирается получить положительную оценку. То есть уровень троечников так обозначен. И был даже список заданий, которые должен иметь вот это вот самое вот измерение, образец. Ну, эталон, ты вот такого рода задачки должен щелкать. Вот если ты хочешь иметь тройку, должен уметь решать. Нехти какие они там были, забористые. А в чем проблема? Оказалось, что под соусом вот этого нового названия появилась возможность получить дополнительное финансирование. А это какие-нибудь там 90-е, начало, конец 90-х, 2000-й год. Выбить финансирование для института, это было очень сложно. Началась вот такая история уже, да? И это был канал получения финансирования. Когда вдруг обозначилось, что финансирование таки стало возможным и можно получать неплохие деньги, то команду Фирсова очень быстро отстранили. Другая команда решила здесь процветать. Но другой команде, нужно сказать новые слова, появился Александр Григорьевич Осмолов, который стал говорить про всякие разные психологические штучки, про какой там деятельность, системно-деятельностный подход. Ну, боже мой, чему это противопоставляется? Разве у нас до этого был бессистемный и бездеятельностный подход? Да нет, конечно. Просто вот он так назвал. Все психологи рады и одобряют? Нет, я знаю психолога очень сильного, из Питера не буду подставлять даму. Она говорит, ну, назвать можно по-всякому, но, так сказать, серьезного содержания за этим нет, за тем, что делается. Вот эти разговоры про то, что ученик должен сам планировать свою деятельность, он должен обозначить вот план, так сказать, изучения нового материала. Учитель только намекает и говорит, вот мы на прошлом уроке сделали то-то, то-то, а ученик должен сказать, а вот мы теперь дальше пойдем туда-сюда. Это вот школьник пятого класса, да? Да, да, да. Я это сравню, знаете, с чем? Я это сравню в медицине с... Самолечением? Нет, 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 хуже. Больной, на столе хирурга, намечает план операции, а после того, как выходит из наркоза, он подводит итог операции, да, и расставляет оценки, потому что у них же там кругом самооценка. Они к чему приучают? Они приучают к самообслуживанию, они хотят перевести образование, это из всех дыр сквозит, к самообслуживанию. Несколько слов, может быть, на эту тему я потом... Ты заказываешь себе уровень образования? Сам себе наметил программу, ну, с помощью друга из уважаемого компьютера, сам себе, хочу вот это знать, но ребенок может ничего не хотеть, кроме как нажимать кнопки и смотреть мультфильм. Ну, как-то даже, боюсь, что большинство детей будет именно так делать. Да, да, и цель самообучать себя там в каких-то квадратных уравнениях, как-то она не может возникнуть сама по себе, нужен какой-то побуждающий фактор, ну, в лице учителя, который объяснит для чего, когда и почему это потребуется, понадобится и так далее, и так далее. Так вот, а там не только сам себе ставишь цель, еще и сам себя оцениваешь. Я как-то вот... Где же это? В Белгород, кажется. Кажется, в Белгород я ездил, учителя делились на каком-то таком совещании, делились опытом, как они там работают без оценок. А как, вы оценки не ставите? Нет, ну там флажочки, кружочки, звездочки, отлично. А что ученики? Ну, ученики-то себя оценивают всегда, так сказать, отлично, да, у них все хорошо. Ну, ему же надо показать, где ты находишься, на какой ступеньке. А они себя все видят уже на последней ступеньке развития и достижения цели, потому что они оценку дают со своей маленькой ступеньки, откуда, где они стоят. А это же не со ступеньки, где стоит учитель. Казалось бы, это уже полный бред, сразу очевидный. Интересно, как это удалось продать? Осмолов-то понимает, да, что это бред? То есть это шарлатанство, прямом смысле слова. Он что понимает? Дело в том, что он просто осознанный вредитель, и я произношу вполне ответственно это слово. Он, знаете, интервью Огоньку дал в 2000 году, и там было название, сейчас сходу я не вспомню, не записал название интервью, его назвали, вот как-то обидно представители КПРФ на каком-то обсуждении, и вот он подыгрывает и под этим названием дал интервью. Там такая радость по поводу того, что ему удалось поучаствовать в развале советской школы, скорее всего, он ее Сапковой называл. Ну, будем говорить, не будем приписывать лишнего, скажем, что он радовался развалу школы. Его радовала наглость учителей, ой, извините, учеников, и их родителей, которые приходят и требуют, чтобы его дитя учили вот к жизни, готовили к профессии, а не к тому, чего хочет там великий отец и учителем, ну, имеется в виду там какие-то высокие цели. И я бью себя в грудь, как вот чувствую, что вот мои идеи, вот, а какие там у него идеи были? А у него идеи отсутствия единой образовательной программы должно обеспечить простор для саморазвития и, ну, и по сути дела, для саморазрушения образования. Но он так, он не признается. Он говорит, что вот для всего на свете. И вот в этой цитате он говорит вот какую вещь. Вот это вариативное обучение способствует чему? Ученики оказываются подготовленными к смене профессии, к смене города, к смене страны. Тут я подскакиваю со стороны, простите, простите. Предыдущим можно было бы... Человек просто пришел сдаваться и сам про себя все рассказал. И они все обладают этим свойством. Они сами про себя все рассказывают. Да, нам нужно просто находить их высказывание соответствующее и выкладывать их. Да, вот, кстати, да, вот это вот насчет досье, да, то есть у нас один из планов вот этого народного Росстата, ну, точнее, народный Росстат, кроме того, есть план составления досье на всех разрушителей. Подробное досье, подробное. То есть есть три стадии, да, три стадии разрушителей. Это вот как бы три стадии действий. Первая, это просто пустая болтовня. Болтовня, там, о вот прекрасном будущем, в котором каждый выбирает себе индивидуальную траекторию, да, в это время в Ростове сливают школы, да, там в три смены делают. Ну, там был крупный район, да, и создали школу, в которой было 12 первых классов. В каждом из них, в каждом из этих классов было по 40 человек, да. Прекрасно. Был такой, смотри, он такой радостный, как много вас рожают, да, вдруг. А в этом году я читал про конгломерат, в котором первый я есть. Первый я, ну да. Ну, это уже все, предел достиг. Если бы мы не знали, какая на самом деле рождаемость, мы могли бы сказать, что это происходит из-за высокой рождаемости. Ну, понятно, то есть на фоне вот катастрофы и бедствия, просто, ну, весело и радостно говорить, какое прекрасное индивидуальное обучение, там вот эти все новые вещи. Ну, вот эта болтовня, эти конференции только что прошла, вот это, как она, смешанное... Смешанное обучение. Да, смешанное обучение. Ну, такая радостная, пустая болтовня. Под патронажем МГППУ, да, по-моему, она проводилась. Это, как бы, первая стадия. Ну, болтать, пожалуйста, можно, ну, можно только, пожалуйста, не за государственные деньги. Тут единственная просьба, да, то есть, ну, как бы, если это болтовня, то есть клубы по интересам, никаких проблем нет, да, почему бы им не болтать, если им друг с другом хорошо. Не запрещено. Да, не запрещено, но не за государственный счет, пожалуйста, да. Это вот, как бы, эта конференция, скорее всего... Болтовня не должна быть обязательной к исполнению тех людей, которые умеют хорошо работать. Кто на самом деле сидит и работает. Вот про ВГОСы, давайте я вам один штрихот. Штрихот я добавлю. Расскажите про ВГОСы до конца, а я потом вернусь. Вот смотрите, во-первых, ВГОСы, последняя версия обсуждалась очень бурно в 2019 году. Выложено все было на сайте соответствующем. Я по конкретным предложениям делал замечания, писал обоснования. Там дискуссии были, мне задавали вопросы. Дошло дело до того, что даже, а вы не возьметесь написать программу для физмат-классов? А у них отсутствовало вообще это направление совсем тогда. До такого уровня доходило. Но потом случилось вот что. Когда обсуждали русский язык, проблема обучения русскому языку, но в очень высоком уровне, с участием президента. Вдруг Александр Григорьевич Осмолов, я про себя резко так скажу. Когда он выступил против нового стандарта, ну буквально, в кавычках, стучил ножками, что по стране пойдут суициды детей. Что вы делаете? Это в каком году было? Ну это пару лет назад. А, совсем недавно. Вот когда, перед тем, как сместили министра образования, это вот очень сильно повлияло выступление Осмолова тогда. И он сказал, вы что делаете? Вы вносите содержание образования. Но он имеет в виду вот это вот единое содержание. Вот это вот, это же ужасно. Против расползания, делай каждый что угодно, только не вот это. Постмодернизм. Постмодернизм только не учит. Только не централизованное. Так вот, смотрите, что случилось. В мае этого года, в мае этого года Александр Григорьевич вышел из этой команды. Я так понял, что уже после увольнения министра Васильевой, они все-таки вернулись к идее, что нет, извините, содержание должно быть. И они оставили таки содержание. В новом госе, да? А, собственно, почему были гонения тогда на Васильеву? Ну, Александр Григорьевич оставил стандарт. А, так что, на самом деле, в гос последний? Секунду, сейчас договорим. Не так плохо, да? Секунду, секунду. Александр Григорьевич покинул в гос, через учительскую газету, похвалил всех соучастников, назвав их, обозначив круг участников. Мы их теперь знаем. И ушел в Сбер, ушел туда, в Сбер образование, строить новую. А Ферром продолжает быть директором? Вот это я, служебные дела, я вот сейчас точно не знаю смотреть надо. Его приютил Герман Гриев. Да, да. Но так я про содержание, мысли закончили, я постараюсь не потерять. Да, 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 да. Так вот, когда я читал новый стандарт, последнюю версию, срочно и быстро как-то утвердили, вот уже осенью, вы сказали, что... Да, но там одна строка мне очень не понравилась, я, честно говоря, я как бы целиком-то его не читал, я просто увидел вот эту страшную строку про приравнивание дистанционного образования к обычному. Это мы сказали, а вот теперь я про содержательную сторону скажу. А содержательная сторона выглядит так. В ГОС объявлен составителями как некий такой документ, ну чуть ли не основа всех религий, от которого все должны плясать. То есть и составители программ, и составители учебников, ну и учитель как организатор учебного процесса. И вот он, здесь все заложено. А я спрашиваю, простите, как все заложено? Если у вас заложены требования к слабому ученику на выходе из девятилетки, вот он должен уметь применять знания. Я спрашиваю, простите, а что-нибудь знать ученик должен? Если он применять должен, то он, наверное, знать должен. А вот это я не знаю, вот это явно не написано, и это ниоткуда не следует. Вот тут вы осторожнее, не попадитесь. Слово знать использовано только один раз. И вы знаете, только на углубленном уровне, и только про признаки делимости чисел. Вот и все. Но дальше меня заинтересовало, простите, а доказывать нужно? Доказывать это же деятельность, это же как, системно-деятельностный подход. Вы хотите, чтобы дети действовали? Ну пускай доказывают, пускай спорят, пускай определяют, доказано или не доказано. Нам же нужны умные детки. Нет, ни разу, нигде, и на повышенном уровне не требуется ничего уметь доказывать. Вот это характеристика в ГУС. Он весь в глагольной форме, там, владеть понятиями, уметь то, уменить применить это, и пятое, и десятое, но нигде содержательно не обозначено. А почему тогда убежал Осмолов? Казалось бы, это соответствует его идеям? Дело в том, что это его идеям соответствует, но вот тонкостей и причин я не могу объяснить. Дело в том, что все-таки в ГУС дополняется программа, и предполагается, что в ГУС описал, так сказать, благие пожелания, что должно быть на выходе. Но он сам не обозначил, хотя они говорят, что, ну, например, учебник соответствует в ГУС, это же стандартная формула, должно быть. Он не может соответствовать. Точнее, в ГУС не соответствует никаким учебникам. По нему нельзя учить. Нельзя взяв, как святься. Зачем тогда вообще? А я же вам сказал, это был способ прокорма. Тогда, и другой функции нет. Ну, массовом образовании? Абсолютно. Учителя, вы думаете, считают? Нет. Не боже мой. Учителя программа есть. Раньше ее, правда, писали люди, ну, специально занимающиеся написанием программ. А программы кто пишет? А это теперь, извините, старые институты развалили, вот, в содержании методов обучения, какой я знал. Какие-то остатки, видимо, существуют, но это уже не то. Одним из остатков, может быть, и является институт стратегии развития образования. Он сидит в том же самом здании, где я начинал в 1984 году работать в НИИ, содержании методов обучения Академии Педнаук. Это немножко ностальгично, это все здорово. Но что, я отмечу только одну деталь. Это здание прошло капитальный ремонт. И вы знаете, после капитального ремонта я смотрю, а по какому адресу? Она раньше была по адресу улица Макаренко. А теперь по-другому. Я думаю, что переименовали улицу Макаренко? Нет, улица Макаренко есть. Они ее перерегистрировали по другому адресу, я сейчас не помню, как называется улица. Я думаю, неужели таким способом отказываются от советского образования, чтобы даже институт не стоял на улице Макаренко? То есть это не лишь она смысла, это мысль моя, мне кажется. Ну или я совсем одержим. Юридический и фактический адрес может быть разный у юрлица? Не знаю, не знаю. Ну это можно посмотреть, но мне кажется, это один из способов дистанцироваться от прошлого. Ну в каком-то смысле да, наверное. В каком-то смысле. Так вот, этот институт создал программу, близкую к традиционной. Пока идет вводная часть, она вся идет в глагольной форме пересказ в ГОСА. Как только начинается содержательная часть, а в программе есть содержательная часть, там условно пятый класс математика, натуральные числа и ноль, сравнение, пятый, десятый и пошел рассказ, что там должно присутствовать. Да, это уже основа для написания учебников, для написания программ, мы собственно программа примерно уже есть, но они какую ошибку совершают? Они раскладывают по классам. Более того, они раскладывая по классам, совершают еще ошибку. Вот когда реформа Калмогорова была произведена, тогда очень много учителей еще старой школы были не согласны, не готовы, не умели работать по новым учебникам. И ими приходилось управлять, ну буквально знаете как, закончился учебный текст, идут вопросы, идут упражнения, задачи на повторение. То есть даже нарезаны задачи на повторение, нет доверия к учителю, но отнеси ты это все в склад, в конец учебника. И пусть учитель по своему разумению, готовясь к учебнику, извините, к уроку, найдет, что дать. А я слышал, в Ставрополе был перерыв, возвращаюсь я на сцену выступать, и прохожу мимо учителя, а учитель говорит, а мне учебник Веленкин очень нравится. Там все сказано, что в классе, что дома, и готовиться не надо. Так вот я считаю, это ужасно. Это потеря квалификации учителей, если учителю не надо готовиться к уроку. Другое дело, что сейчас, если у него нагрузка под 60 часов учебных в неделю, какая там подготовка, это уже другая проблема. Его же специально заваливают такой работой. Так вот, что там произошло? Там произошло, что вот эта идея управления учителем, что он должен делать, приводит к тому, что даже на уровне теоретического материала говорят, натуральные числа начали в пятом классе, очень хорошо, дошли вот до сих пор. Ну скажите немножко про обыкновенные дроби. Очень хорошо сейчас добавили, наконец, основное свойство дроби в пятом классе, разрешили сокращать дроби. Ну это просто здорово, молодцы, и я двумя руками за. Но потом как-то бросается этот вопрос и переходит к десятичным дробям. Ладно, а что в шестом классе? А в шестом классе рассказывают про простые числа, про признаки делимости. Простите, а как вы сокращали без признаков делимости? Ну я знаю как, есть сторонники, и у них есть аргументы, и я уважаю их аргументы. Неужели алгоритм Евклида применил? Нет, не алгоритм Евклида, хорошая мысль, но не алгоритм Евклида, а таблицу умножения, ребенок знает. А что вы, говорит, загружаете? Вы ему идею даете? Ну дайте такие числители и знаменатели, чтобы они были в таблице умножения. Ну 35, 25, 49, это неплохо. Но это же все-таки не передача общего подхода, согласны? Это все-таки обучение некоторому умению, и назову это умение неполным умением. Потому что стоится шаг в сторону, и все. Правильно, да, он понимает, что речь идет о наибольшем общем делителе. Так вот, этого мало. Про дроби рассказали, в седьмой класс перешли, опять волынка заводится по новой, опять про обыкновенной дроби. Повторять надо. Мы в учебнике тоже эту волынку крутим. Но не теоретизируем на эту тему, а ясно говоря, что мы занимаемся повторением, систематизацией. Почему к нам могли чужие детки попасть? А мы хотим там, извините, про действительные числа сказать несколько слов, для того, чтобы у нас ось была непрерывная. Это уже другое дело. То есть, по этой программе отдельный разговор, отдельные претензии. Но она составлена, я бы сказал так, на уровне вкуса сельского методиста, который, и это его не вина, а беда. Он отрезан от интернета, от библиотеки, так сказать, не очень владеет ситуацией. А как могло бы быть еще иначе? Не знает другого. У него есть учебник Веленкина, и он по Веленкину. В принципе, можно сказать, что теперь, в ситуации, в которой мы сейчас находимся, когда учителей категорически, катастрофически не хватает, когда если вдруг решат, если вдруг мы победим в этой битве с Грефом и компанией, в битве за Москву, в битве за очное, настоящее оффлайновское образование, то потребуются учителя. А их нет, да? И будут приходить люди, которых их квалификация не позволит по другим учебникам заниматься, да? Нет, есть репетиторы, но репетиторы тоже. Репетиторы придут, но репетиторов, я не знаю, хватит ли прямо на вот все 500, ну мне кажется, что 500 тысяч позиций сейчас не хватает, если вот так оценивать примерно. Потому что... По всем предметам, да? Да, полтора миллиона учителей должно быть в России, учительских позиций. А из тех или иных регионов я вижу, что, ну там, две трети, это точно предел вот в среднем. То есть, где-то 500 тысяч. Это означает, тут еще есть такой момент, что учителя страшно перегружены. И они работают за себя из-за того парня, которого уволили, чтобы симулировать повышение уровня зарплат. Либо так, либо которые убежали в дистанционные вот эти вот два года. Или которые ушли просто от этого издевательства. От всего этого издевательства. От Рособорнадзора этого совсем его... Ну, он говорит, открещивается, говорит, я требований не предъявляю. Вчера я говорил с хорошим очень лицеем в Московской области, говорят, ничего подобного. Рособорнадзор давит и давит. И ничего, он никуда не уходил. Может, он для себя считает, что он меньше, что он давит. Это он с экрана, да. Да, то есть, это как бы совершенно не надо. И еще он еще не ответил за эти горы бумаг. Которые отправлялись с федеральных университетов. Он за все не ответил. Рособорнадзор в данный момент все равно продолжает не давать никому работать. Вот это надо понимать. Может быть, Анзор Музаев поставил себе задачу исправиться, в конце концов. До него был Кравцов, про которого я просто здесь вообще не хочу говорить ничего. Потому что я просто ничего не буду говорить. И не надо. Да. Но, значит, соответственно, Кравцову мы тоже дадим оправдаться, если он захочет. Но надо сказать, что к нам обратились от него люди. В теневое министерство образования обратился помощник и сказал, что ничего подобного, мы снижаем нагрузку. Вот уже до 17 пунктов снизились, с 25, да? Да, было такое. На самом деле я его позову. Я его позову в какой-то момент. Нагрузку на кого? На вот эти сколько нужно бумаг давать. А, сколько бумаг. Да, я не помню, в какой период времени. Но это все равно выглядит ужасно. То есть бумаги, которые были присланы, они... Я хочу, чтобы этот человек сел и ответил за каждый пункт. Партелом, готовься. На самом деле... Я просто призовел просто. Эти пункты — это следствие то, что Александр Михайлович Сидоркин называет экономикой подотчетности. Это следует из развития теории человеческого капитала, которая представляет затраты, которые государство несет на образование. как инвестиции в человеческий капитал. И чтобы видеть, насколько люди развиваются, насколько они образованные получаются на выходе, нужно как-то это измерять. Соответственно, вот государство пытается наложить как можно больше метрик на каждый чих. И Сидоркин приводит... Есть такой... Забыл фамилию. В общем, там есть экономист, у которого... Кэмпбелл. Кэмпбелл Зло. Правило Кэмпбелла, которое говорит о том, что как только вы накладываете какие-то фиксированные метрики на социум, то социум начинает подстраиваться под эти метрики, и только под них. А все остальные, соответственно, метрики, они в провале. Естественно, это понятно. Это мы видим на ЕГЭ. Показатель порождает показуху. Очень простой принцип. Вот. И насчет вот того, что говорит Анзор Музаев, да? Вообще Рособранадзор, вот чем он занимается? Да, он, наверное, убивает совсем бессмысленные вузы, где торгуют дипломами. И то, я боюсь, что не все. То есть, я думаю, что там, когда доходит до дела... Которые он сам открыл. Которые он сам открыл. Они же сначала открыли. Да, прекрасная деятельность. Сначала открывает, потом закрывает. Потом, значит, ну, что я еще могу предположить? Вот я пытаюсь предположить, вот какая еще может быть его роль, да? Но, вот, скажем, он, ну, по идее, да, должен был закрыть Сбер-классы. Почему Сбербанк занимается продвижением школы? Почему? Это абсолютно незаконно. Это его никто не просил. У него, в его учет, вот этих, как, уставные, уставных документах нигде нет слова образования. Это прямая. Даже на уровне образовательных услуг. Даже на уровне этой терминологии. Это прямое преступление. И на это преступление Анзор Музаев вместе с Рособранадзором почему-то закрыл глаза. Вопрос к Анзору Музаеву, почему? Если, например, Рособранадзор теперь займется Рианой борьбой с вот такими товарищами, как Сбербанк вместе с Германом Оскаровичем и всех других, вот со всеми другими цифровизаторами там из этих, из этих вот больших корпораций всемирных. Если Рособранадзор Лианой займется этим, мы можем рассмотреть вопросы об его пока сохранении, сформировании. Но нужно тогда, чтобы он твердо ответил, что он именно этим и будет дальше. И снять полностью, то, что сейчас сегодняшний контроль, он должен полностью снять. Отменить все вот эти распространения. Я думаю, что его контроль, если возможен, то все-таки в рамках министерства, которое отвечает за конечный продукт. Да, почему он вне него? Потому что сам он вне министерства ни за что не отвечает. Все равно неправильно все. Он симулирует бурную деятельность и должен оправдывать свое хорошее бюджетное финансирование хорошим присутствием, вмешательством в учебный процесс. А иначе, если его незаметно, ребята, а за что вы деньги получаете? Абсолютно непонятно за что. Да, и это деньги учителей, между прочим. И мне учителя пишут, вот контрольную работу, мне говорит, вот только что свежее мне письмо пришло, региональную, вот типа ВПР, всероссийские есть проверочная работа, а это вот региональная проверочная работа. Вот прислали, вот мы вас записали в эксперты, вот вы должны в такой-то срок проверить столько-то работ. Она говорит, а почему, собственно, я должна проверить? Абсолютно бесплатное время, бесплатная работа, в неурочное время, нигде никак не учитывается, никто спасибо даже не скажет. Ну да, и главное, что этой работой нет никакого смысла. Учитель же сам себе планирует, что он, какие он проверочные работы дает. Он же знает, что он хотел проверить у Анечки, и он скажет, вот проверил, получилось или не получилось, понимаете? А я вам скажу еще, что очень интересная деталь, интересная деталь заключается вот в чем. Они дают демонстрационную версию ВПР перед тем, как будут проводить. Как только я получаю, я однажды, ну буквально в вагоне поезда открыл газетку и прочитал, что там будет. Вот очередная, думаю, надо срочно проверить. И пока я находился в командировке, я уже подготовил черновик письма. Потому что они хотят в пятом классе у всех проверять действия с десятичными дробями, а в седьмых классах построение графиков функций. Простите, я как соавтор учебника, в котором нет действия с десятичными дробями. Придется, видимо, вставлять, ну, выломают руки, иначе ее выбросят на помойку хорошие учебники. Так вот, вы же сделаете, как вот мы, я упомянул, в Омск ездили и так далее. Разные учебники, дайте разные тексты. Нет, они дают почему-то один текст. А мне учителя подтвердили мою гипотезу. Они сказали, а вы знаете, зачем это делается? А ведь они говорят, что вот в таком-то районе, а вот в такой-то школе нечестно проверили учителя. Приписали, приукрасили результаты. А как они определили? Они не посылали никого туда. Как они определили? А очень просто. У вас по-никольскому чего нет действия с дробей? Я как учитель сам очень много раз должен был подстраиваться под контроль несоответствующей моей программе. И вынужден был что-то такое доучивать. А сейчас, ребята, мы откладываем все и занимаемся десятичной дроби. Да, да, да. Учитель воткнул в этот материал, дал его. И если дети показали, что они простенькие примеры складывают и вычитают, и умножают десятичные дроби, то все, учитель лжец. У него этого не должно быть, а у него это есть. Вот уровень контроля. В общем, это как организация непрерывного бессмысленного насилия и оправдания своего существования. Нет, почему бессмысленного? У них в их глазах есть довольно-таки большой смысл в этом. Это измерение и довольно-таки большой пласт теоретического обоснования. У нас же педология была в 20-х годах, которая, собственно говоря, завуалирована. В 37-м году ее запретили как уже научную теорию. На тот момент она даже дисциплиной не являлась. То есть, если вы откроете педагогию Выготского... Философские просто мысли самого личного Выготского, и все, как я понимаю, я открывал. Ну, некий человек там с вершины своего опыта делится. Допустим, я напишу книгу там «Философское осмысление лекций по математике», который я прочел последние годы по России. Это будет интересно как художественная литература. Это не будет наукой. Вот что важно понимать. Нет, не сказать даже, что это уже наука, но на тот момент это было настолько сыро и просто настолько неконкретно, что это нельзя было как-то серьезно рассматривать. А проблема в том, что они начали это внедрять в школы. Вот, вот, вот. Представим, что всем скажут, всем учителям скажут читать лекции... Да, там был вообще кошмар, я читал про это. Это как завтра всем учителям, вот как хотя бы в Московской области меня пригласили. Кстати, у нас большое, довольно интересное произошло событие. Министром образования Московской области назначен Бронштейн, который любит мои лекции, звонил мне, приглашал, мы с ним общались. В общем, возможно, что тут какие-то даже варианты могут появиться интересного сотрудничества. Я же говорю, все, кто не очевидным образом против, все за. Это наш дефолт. Мы как бы, мы как Христос, который говорил, все, кто не прямо против меня, все с нами, да? Ну вот. Это наоборот, это никак, кто там, кто не с нами, тот против нас был. Это было, наоборот, высказывание... Кого? Кого-то типа Ленина, я точно не помню. Сейчас вот не готов. Возможно, в истории, я не претендую на то, что я хорошо знаю историю, поэтому могу здесь ошибиться. Но суть в том, что тут наоборот, значит, мы приглашаем, конечно, министра Московской области к сотрудничеству с Телевым министерством. И более того, будем рады поработать конкретно с учителями, потому что они лишены очень многого сейчас, задавленные грузом отчетов, но лишены профессионального общения. Ведь система же повышения квалификации вся угроблена. Конечно. Потому что они когда, в 14-м году... Полная профанация, не расскажите, я расскажу, как это происходит. Полная профанация вообще. Я вам сейчас расскажу, цитата просто. Мы тогда с Сергеем Евгеньевичем Рукшиным написали на эту тему, когда была провозглашена концепция педагогического образования. А суть ее, коротко, своими словами, так много не надо. Учителю, правда, там высокие науки. Но вот очень хорошо это сформулировано в московском комсомольце. Цитирую. Заголовок. Так. Реформа педобразования превращает страну троечников в страну двоечников. Под заголовок. Учителями станут недоучки вопрос. И вот привожу один фрагмент. Цитата. Итак, убогое наше образование. Нынешние властители хотят еще больше урезать, вводя так называемую практико-ориентированную систему. Угу. Универсальный бакалавриат. Это значит, за два года кое-как дадут специальные знания, а потом пошут в школу. То есть, 17-летних неучей, а после ЕГЭ у нас других нет, возьмут в пединститут. А через два года 19-летних недоучек, а других у нас и быть не может. Направят в школу. Чему и как они могут научить? Вопрос исторический. Страна троечников уверенно превращается в страну двоечников. Конец цитаты. Однозначно, более того, я вам скажу, вы мне присылали данные, с какими баллами берут в педвузы. Да. Это все, это конец. Просто посмотрите, там типа 35 или 37 из 100. Причем это объявляет руководители образования, такие баллы на входе в педагогическую профессию, а потом корят учителей за то, что они имеют низкий уровень подготовки. Они говорят, не нужно. Почему такие баллы? Потому что никто не идет в учителях, потому что зарплата нищенская по всей стране, кроме Москвы. Потому что нагрузка везде, включая Москву безумная. И еще. И вот этот Рособоронадзор весь ужасный. То есть идет борьба с учителями. Хотите еще один аргумент? Да. Поскольку сверху те, кто знает, что ждет нас впереди, планируют, что дальше не будет в профессии учителя. Просто не будет в профессии учителя. А зачем вкладываться сейчас в подготовку высокопрофессиональных учителей, если они скоро не понадобятся? Это то, что я называю битву за Москву. Вот это последний рубеж. Вот мы можем как бы обсуждать содержание школы, но важнее обсудить то, что мы должны отстоять. И здесь теневое министерство образования в нашем лице полностью солидарно с целым рядом деятелей высочайшего государственного уровня. То есть я просто могу сказать, что здесь мы ни в коем случае не оппозиция, а наоборот. Мы просто должны помочь им разглядеть этих врагов. Реально. Просто помочь разглядеть врагов. Тут я хочу добавить еще по этому моменту то, что нужно обращать внимание еще и на содержание образования педагогов. Потому что многие вещи, которым их сейчас обучают, они просто устарели. Многие мысли и результаты экспериментов Жанна Пиаже, например, или Выгодского, они просто уже покрыты современной наукой и устарели. Идея внутренней речи, зона ближайшего развития, четыре стадии развития Жанна Пиаже. Но это осталось философией, да? Это не доказано, что это можно вообще как-то... Это не доказано, тем более, что тогда психология мышления и возрастная психология, они были в зачаточном состоянии тогда. И у того же Пиаже, кроме вот группы детсадовской школьной, которые были наблюдатели, и трех его собственных детей, по сути, не было ничего. И многие его эксперименты уже опровергнуты современной наукой. Например, вот пресловутый эксперимент, который Пиаже проводил, накройте мишку вуалью, и годовалый ребенок будет думать, что его нет. Оказалось просто на поверку экзерсисом в отвлечении внимания. Если взрослого убрать из этой комнаты, этот эксперимент был воспроизведен... Это эксперимент в стиле квантовой механики. Да, то, соответственно, у ребенка не возникает с этим проблем. Влияние экспериментатора на систему. То есть, многие такие вещи, Пиаже и Выгодского можно изучать в полноценном курсе психологии, если студенты осведомлены об ошибках этих людей. Да, понятно, понятно. То есть, это интересные гипотезы? Да, интересные гипотезы, оказавшиеся науке. Да, это история науки, но это не современная наука. Да, все понятно. А у нас это преподают как догму в последней инстанции. Я сталкивался с педагогами, которые, когда пытаешься критиковать Выгодского, просто зубанив. Ну, мы видели в Фейсбуке, да. Мы видели этот спор в Фейсбуке истеричной дамочке. То есть, они это воспринимают как догму, как истину, как Библию. Это похоже на то, как христиане реагируют, когда... Вот Библия отвечает на все вопросы абсолютно. Ты христиан, не трогай. Христиане так не реагируют. Ну, я встречал таких людей. Ну, нет, ну, некоторые может быть. Вот, поэтому как бы тут на самом деле, тут прекращает просто быть наукой и начинается вот... Ну, в общем, да, мы сейчас говорим о науке. Да, это сектантство, а не наука. И тут, да. И я хочу сказать еще, что вот есть куча таких сектантских школ вокруг отдельных, действительно гениальных имен. То есть, были какие-то преподаватели, которые там, ну, заводили, там, школа, скажем, у нас есть в Измайлово, школа Тубельского, да? Ну, и как бы от нее что осталось? Во-первых, воспоминания о гениальном педагоге. Во-вторых, некая очень приятная атмосфера в самой школе. Я еще сам не был, но мне рассказывали в Измайлово, ну, там очень, очень прям так вот, ну, рассказывали вдохновенно, что там настолько приятно себя чувствовать, и что департамент борется с ней изо всех сил, так же, как с нашей 44-й, потому что он борется со всем хорошим, в принципе. Вот, и что, в принципе, здесь, ну, как бы, коллегам можно только посочувствовать. Но дело вот в чем, что коллеги не очень понимают, что это не тиражируется даже соседнюю с ней школу в соседнем дворе в Измайлово, не говоря о всей стране. То есть это просто созданная приятная атмосфера, и это очень хорошо, и Тубельского, безусловно, нужно считать там замечательным человеком, и, конечно, это все эти педагоги замечательные люди. Вопрос в том, как преподавать в массовой школе не имеет отношения к этим замечательным экспериментам. Я бы сравнил это вот с чем, с театром. Театр рождается вокруг, ну, вот, гениальной личности, да, гениальной личности, и создает свою ауру, атмосферу, вовлекает, и достигает потрясающих вещей, и когда, простите, не станет руководителя, иногда театры умирают просто потому, что некому подходит знамя на уровне того же таланта. Я же почему Бранштейн вспомнил? Блин, я забыл, как его зовут. Я прошу прощения, у него, по-моему, может быть, Илья, да? По-моему, да. Ну, в общем, я прошу прощения сейчас, сразу наверняка увидит нас. Ну, в общем, он пригласил меня, спасибо огромное, кстати, за приглашение, тогда был министр, значит, как Люгина, и мы имели беседу, я даже лекцию прочитал небольшую по математике, министру и заместителю тогда. Да. И они говорят, как сделать так, чтобы учителя Московской области так же вдохновенно вели, как вы ведете, и чтобы школьники слушали их, как вас слушают, да? Я говорю, ну, вообще задача тиражирования, она бессмысленная, она невозможная, ну, как бы, это, в принципе, нерешаемая задача. Можно говорить о том, чтобы они, в принципе, подняли хотя бы голову, для этого вы должны своим приказом избавить их от, значит, страшного гнета Рособорнадзора. Для этого надо изменить рамки их деятельности. Ну, и я мне тяжело вдохнул, сказал, что Алексей Владимирович, это не в моих компетенциях избавить их от Рособорнадзора, он не подчиняется не только мне, но и вообще министерству просвещения. Можно одну деталь? Родительская общественность пишет в Министерство образования по поводу сберкласса, что применяются материалы, которые не прошли экспертизу, ну, нашей отечественной науке, да? И смотрите, какой ответ есть, цитата опубликована, ответ из министерства, это версия опубликована. А мы как-то не имеем отношения. Да, мы, говорит, не имеем права проводить экспертизу негосударственно, изделий, так сказать, да? Выпустили их туда тогда, вопрос, да? А они получили без указа. Он уже сказал, что этого не будет, он уже выпустил указ, что этого больше не будет. На самом деле, этот фронт мы должны выиграть. Вот это тот фронт, который мы выиграем. Я думаю, что сейчас как следует, давайте ему по рукам, Герману Оскаревичу, прямо вот как следует, больно. И эта ситуация не продолжится. Я вообще надеюсь, что единственное, в чем мы с Кравцовым можем сойтись, это в том, что учитель должен быть живой. Мне было сказано про него, что вот уж это точно он согласен. И я бы сказал, что с ним можно еще договориться вот о чем. Что в Министерстве образования не было филиалом Сбера. По подчиненности, фактически, это выглядит так. Да, он заходит. Потому что он же курирует. Он же курирует, фактически, деятельности. Как только нового министра посадили, с кем он первым встречался? Посадили не в том смысле, да? Нет, в смысле, в кресло, в кресло. В кресло, да? Да-да-да, спасибо за уточнение. Я потерял слово. Но первым, с кем он встретился? С Германом Оскаровичем. С Германом Оскаровичем. Как смотрящим оттуда. Ну да, это и есть проблема, что как бы это самое, через Герман Оскаровича собирается дань. Это же, как эти самые, называют эти, опять из истории забыл, которые ходили по Руси для могола татар дань. В общем, в комментариях, в общем, в сегодняшнем ситуации, у него ровное таро. Он собирает дань, соответственно, по его представлению, хозяев. но вот так сказать постепенно мы ну происходит постепенный процесс высвобождения от татар и монгол это происходило чуть не два века да с лишним то есть по крайней мере последний там век это прямо вот постепенно переставали платить постепенно выходили в конце концов про возгласение независимости у нас 300 лет нет я планирую еще лет 40 пожить но вряд ли сильно больше соответственно нам нужно выйти там за 5-10 лет желательно но это действительно постепенный процесс то есть как а почему вы здесь это сделали кто вам посоветовал а причем тут россия да а почему это почему у вас нет в крыму я только что беседовал с одним очень хорошим экспертом Андреем Масаловичем это кибердед ну ладно про спойлерю что скоро будет на канале да и у нас и у него и он сказал что сбер входит в крым вот так ну не прямо вот там 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 есть некоторые механизмы то есть это вот так для знающего понимающего человека то есть есть некоторые последствия действий после которой проблемы уже нет но появляется проблема значит того что озверевшие хозяева как они считают начинают там выполнять какие-то страшные действия которого Герман Греф безумно боится но вопрос в следующем почему мы россияне должны этих действий боятся да Герман Греф пусть боится пусть он сам разбирается со своими хозяевами мы это тут причем да то есть постепенный вопрос вот где где вдруг сказано что это наши деньги идут вот туда вот на этот ЕСА где это написано мы постепенно должны высвободить себя из-под этой вот аккуратной опеки на самом деле меня смущает что люди которые занимаются банкингом они внезапно полезли в образование с какой-то стати и во вторых там много технократических идей которые не имеют под собой никакого обоснования насчет этого Ларри Кьюбан еще заявлял это такой американский педагог который в Стэнкорде уже профессор Эмеритус и он вел там историю из социальной науки и побочно с этим с 80-х годов наблюдал за тем как развиваются технологии как они заходят в школы то есть в 80-м году как раз таки появились компьютеры Apple II в американских школах и он начал смотреть написал книжку которая называлась How Teachers Thought Constancy and Change in American Classrooms с 1890-го по 1980-й был взят мегапласт и он просто проанализировал повторяющиеся попытки реформаторов-прогрессивистов большая часть которых провалились в течение века изменить практики в классной комнате в городских и сельских школах вот и когда появились вот новые технологии он задался вопросом и не является ли это новой попыткой тех же полисимейкеров, идиологов, прогрессивизма, Джона Дьюи и так далее затащить те же самые идеи оказывается что да то есть идея сместить учителя с центральной позиции она также проталкивалась вот под волной конструктивизма и так далее если мы посмотрим на идею того же кстати говоря с Эймара Пайперта да то там по сути говоря за счет быстрой обратной связи ребенок взаимодействует с языком программирования управляет черепашкой на экране и какие-то концепции может без педагога воспринимать но это очень узкая область и это только для одного предмета и то одна десятая часть его от силы а влияние какое-то прослеживалось как влияло вот появление первых вот этих технологий на результаты обучения радость восторг резкое повышение эффективности уроков или это мало чего меня это мало чего меняло и имеет некоторые негативные последствия вот он в небольшой статье на две странички которую я сюда предусмотрительно принес говорит что есть три причины почему он сохраняет скептицизм ну что во первых производители последних электронных технологий они hype them to solve problems то есть они развернули хайп вокруг этого да и хайп слишком много обещает но ничего не дает то есть это как правило приводит к фрустрации и порождает цинизм это первое второе то что новые технологии часто экспериментальные и опробируются они на детях которые так или иначе в школу придут и соответственно скомбинировать этот хайп экспериментирование это токсичная вещь это второе и третье это то что огромные деньги которые вкладываются в это все могли бы пойти на другие более благие цели например у нас учителя получают гроши да а сколько цифровизаторы получают за цифровую образовательную систему да мне написали что это 73 миллиарда рублей я быстро поделил на допустим она год будет не драться на год на 12 да и на ну допустим миллион у нас учителей у нас добавочка по 6000 рублей месяц каждый месяц каждому учителю россии кто подписал эту сумму в обход учителю выдать непонятно кому непонятно на что но кто я кстати был на севастополе я был на одном форуме на котором вслед за мной выступала девушка цифровизатор очень такая такая яркая такая веселая модели сила лишь бы что нас вообще нужно всех сократить но я не соглашусь и знаете почему дальше к сожалению мне пришлось убежать на этот самый на самолет бежать но я услышал последние слова поднимите руку кто сегодня пользовался смартфоном все принимают руку дальше я не слышал ответ но дело в том что я слышал этот ответ в других местах неоднократно цифровизатор говорит следующее вы каждый день пользуетесь смартфонами поэтому мы нужны чтобы потому что мы тоже об этом же они считают что подмена это подмена подмена я вот скажите вы дышали сегодня дышал а ты дышал да его тоже дышал сегодня а почему у нас нет министерства дыхания нужно выделить 70 миллиардов рублей на исследование процессов дыхания да и оптимизацию процесса дыхания в стране в россии да а потом применить эти великие практики к миру почему у нас еще нет этого министерства потом любжин отлично отлично сказал курьеров требуется 35 тысяч нужно открыть 35 университетов подготовки курьеров сегодня тоже выделить интересная мысль понимаете на самом деле и так далее но на самом деле мы смеемся над курьерами и над дыханием но они делают то же самое на самом же самое распил средств и вопрос очень серьезный вот сейчас начались аресты сбербанки или там разбирательство сбербанки я думаю что на этом не надо останавливаться надо исследовать из цифровизаторов и их деятельность подписывал эти суммы кто подписывал эти вот программы цифровизации по какой причине что за обоснование было к необходимости ставить экраны в каждую школу при том что нет учителей кто подписал эти приказы я прошу людей более сильных чем я авторитетно обратить на это внимание на самом деле даже не смартфоны у них основная идея была одна из основных идей была в том что если у ребенка есть доступ в интернет то зачем нужно учить если можно все найти в гугле да то есть на этом в принципе у олега артамонова была была неплохая мини статья на эту тему где он высказывал свое возмущение подобной позиции и он написал что с этого момента может человеком не спорить потому что он показал свою профнепригодность потому что информация это не есть набор факт да да правильно можно найти только набор фактов а информация это есть набор фактов плюс навыки интерпретации этих фактов которые дает школа а затем вуз когда даже навыки отбора когда ребенку рассказывают в школе теорему пифагора то ему дают нечто большее на самом деле чем знание банальные формулы а квадрат равно b квадрат плюс c квадрат ему дают сначала понятия фигурах о треугольниках и прямоугольных треугольников если мы этого не дали то он может хоть обуглиться в лучшем случае обуглиться готовый ответ на стек оверфлоу каком-нибудь или в союзе лифтка гонки профи информации клещей где будет уже готовый вариант решенный и стороны будут одни и те же вот тогда да но это совпадение то есть ребенок не сможет обобщить и вот такие вот вещи основная претензии к людям которые высказывают подобного рода идеи то что почему-то они лезут в образовании вместо того чтобы красить оградки курьеры курьер отличная профессия уже обсудили ну в общем да тут вопрос вообще как бы вопрос с ног на голову все то есть какой-то этот даня милохин выступает на серьезном экономическом форуме греф занимается образованием на что вообще происходит мы нормальные или нет ребят нормально ну педагогика она всегда страдала от дилетантизма определенного да то есть огромное кстати экономика тоже от этого страдает огромное количество идей таксономии блума там теории ганье там кирк патрика выгодского пиаже соответственно там роджерса да и как далее некоторых идей джона дьюи про прагматический подход да тут многие эти идеи они просто не выдерживают критики тоже не основаны ни на чем они выдуманы из головы да и просто так исторически сложилось что у них огромное количество поклонников которые до сих пор их поддерживали там там из рук в новых оболочках нет пусть они внедряют частных школах своих открывают об это 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 как бы не наше дело но вот тут это отвлекает то есть в массовой школе и это все не должно проникать и влиять на принятие решений вот что важно что мы должны отстаивать но если есть полисе мейкеры которые поддерживают да ну конечно конечно они будут влиять да но вот так сказать одна из одна из целей это снижение влияния этих полисе мейкеров а как философу пусть остаются я буду три стадии болтовня бессмысленная дилетантская не наказуемо на самом деле не наказуемо да значит она просто не должна допускаться к рассмотрению серьезному следующие там это уже принятие решений кто принял решение экраны в школу да кто принял решение цифровой образовательной системы за такие огромные деньги кто принимает эти решения кто дает деньги на конференции на которых идет болтовня да кто выписывает вот вопросы которые уже ну следуют за ними это как минимум административные нарушения то есть это что-то что надо пресекать немедленно ну а третье это прямое воровство если кто-то из антигероев занимался хищениями и воровством то это прям подарок для нас потому что тогда его можно посадить не за то что он разрушил образование а за то что он своровал да вот так вот интересно неужели никто из них как мафиози за него плат он на лук да да мне очень странно было бы подумать что никто из названных нами фамилий вот называемых непрерывно никогда не участвовал в прямых распилах ну как бы прямом воровстве тоже опять же я бы рассмотрел на месте органов я бы рассмотрел деятельность этих людей первую очередь на предмет прямого воровства потому что если так то нам очень повезло это ура да да скорее всего тоже смотрится за границу будут просить там убежища ну и все с концами а если нет если был честный абсолютно да люди среди них ну значит надо их рассматривать их уже действия такие которые административные нарушения но в любом случае это все должно получить оценку и постфактум через много лет но точную оценку профессионалов педагогического сообщества а можно я вставлю несколько слов по поводу того как практически обосновывается и осуществляется снижение уровня образования под благими призывами того что вот компьютер решит все проблемы я нашел это большой да я отслеживал так сказать цифровой след в интернете алексея львовича семенова тогда он был директором ну как то это так называлось института усовершенствования учителей в москве это 2000 год это давно вот он участвовал в конференции которую проводил институт открытое общество фонд сороса это двухтысячный год и вот он сначала рассказывал про то как геометрия там 2000 лет развивалась и так далее общеизвестные вещи повторять не буду а дальше он переходит берет быка за рога говорит а почему собственно геометрия должна вот изучать все почему про углы все про отрезки все почему так много теорем даем и дальше говорит если мы считали прав слишком много выдумал теорем смотрите и если мы считаем что наша цель прагматическая формула площади круга объема конуса очень хорошо откроем экспериментально проверим имея компьютерный инструмент уровня живой геометрии выведем дедуктивно эти формулы сейчас вы поймете что это на самом деле невозможно при том что он предлагает но если мы перегружаем школьников заучиванием большого количества теорем то мы не достигаем цели и дальше он излагает цели какие цели от 3 до четверти понятия геометрии нужно исключить а этот заключить это понимается ну конечно потому что надо сводить ребенка для того чтобы он общался общение дороже вот коммуникация у них один из навыков коммуникации поэтому ребенок должен общаться дальше что там он еще предлагал одну десятую теорему убрать одну десятую задачу и вот тут наступает о счастье наконец-таки у ребенка появилась возможность проявить себя в чем в доказывании то есть вся база на полу ничего в голове и на этом он будет рассуждать учиться учиться грош цена вообще такому обучению но тем не менее и вот я тут в одной заметочке возражал таким вот образом говорю стоп у меня возражение алексей львович он предложил сильно сокрут сократить объем изучаемого материала а я себе представляю курс геометрии как вот такое красивое панно сложенное ну как у нас на известной станции из красивых стеклышек вот которые вот сам ведь сами по себе отдельные стеклышки вот она красненько будут вот зелененько отойдешь подальше такая красота такая линия так такие такие мотивы такая история важен а тогда так вот а что он предлагает а вот одну десятую оставить от этих стеклышек сложить в кучку и сказать вот теперь с этого момента начинается счастье потому что ученик берет эти стеклышки ничего не понимает у него еще не получается и он сам открывает начинает строить вот это панно а кто сказал что он сумеет построить то что две тысячи лет лучшие умы человечества строили это просто дикая фантазия это не то чтобы не наука это 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 даже и не гипотеза то спорит то бесполезно но вот человек так вот на таком вот уровне а для чего он строил все эти рассуждения а вот тут мы в школу и даем компьютер и ученик припертый к стенке тем что у него вот кучка стеклышек где а где брать лезть надо в интернет и кстати это он академик большой академия и российская академия дважды дважды академия это все замечательно но тут я еще слова другого академика сейчас приведу вы частично накоснулись этого вопроса а я сейчас его процитирует и виктор болотов академик он вот чего сказал в интервью в коммерсант вот 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 он сказал такую фразу тупая память больше не нужно всегда можно погуглить и он говорит я знаю как минимум пять списков навыков наиболее известный в россии список которые иногда называют списком графа поклон нашему банкиру в него входит кооперация коммуникация критическое мышление и и креативное мышление на 4k отличная теория здорово все из каждого утюга выше российская академия народного хозяйства и государственной службы специалисты оттуда теперь говорят что информация устаревает вот вы напечатали учебник все визите в макулатуру он уже устарел а где свежая информация открывайте интернет ну то есть вот аргументы такого вот дикого обмана применяю причем но большинство на это ведется на самом деле они считают что критическому населению можно обучить что самое опасное ты же видел да статью которая скидывал про технологии обучения критической а вот теперь я скажу откуда ноги растут мне было интересно откуда что берется я про эти 4k стал гуглить по совету виктора булата стал гуглить и что я нагуглил вот у меня тут картинка мы если что можно будет ее в цвете потом показать нашем картинка на которой изображены ну латинос негры есть бледнолицы и что написано тут написано вот как обучать это методичка как обучать вот этим 4k навыкам вместо знаний вот оглавление этой этой методички вот эти 4k в оглавлении 1 2 3 4 никакая не российская это все это просто да конечно герман греф мог не знать он просто от кого-то это услышал ну я это неустанно цитирую нужно но несколько лет и в результате вы знаете что произошло наука германа грефа сменилась у него теперь не 4k у него 3 теперь навыка и среди них есть такой навык эмоциональный интеллект а это вот прям личное его изобретение нет нет у нас есть психологи где-то у меня фамилия записано но я так на память не вспомню в семнадцатом году в сколково получен ну какой-то там диплом или ну какая-то вот грамота красивая что это вот новая идея это надо развивать монтики монтики академия монтиков существует вот такие персонажи бесполые уродливые которые должны как бы вот вовлечь детей в изучении чего-то вот это вот вот мотивация через монтиков это подмена всего на свете ребенок должен себя ассоциировать с именем весь цветущий сад разных детей до которых учили по человеку альные хорошие учителя каждый по своим по своим по своей так сказать методики ну грубо говоря выработанные за годы да вот это вот общество яркая цветастая разная интеллектуальная думающая заменяется на монтиков которых учат тьютеры а теперь смотрите какая маленькая деталь грустная деталь семнадцатом же году издательство просвещения где мы издаем свои учебники а о о о монтики кажется так это называется так и называется о монтики ну кажется я не ошибаюсь подписали договора совместном сотрудничестве и так далее они имеют ввиду что они что-то там такое будут производить более того герману греху и естественно эта идея понравилась он сфотографировался чуть ли не в интерьерах нового здания издательства где он стоит с большими такими плюшевыми куклами этими огромными монтиками и всем своим видом показывает как ему нравятся вот эти монтики вот это вот идея оболвания об оболванивания создание поколения управляемых баранов да вот это то что страшнее любых 50 миллионов которые всегда можно найти в казне восстановить востребовать с кого-то там и так далее это не такая катастрофическая сумма не такие катастрофические потери катастрофическая потеря это потеря самого образования полностью содержание образования и содержание образования и практик образования и носителей образования сейчас смотрите кто приходит мне коллега молодой который иногда просит что такое решить мы с ним обсуждаем как это лучше преподнести детям александр еще он молодой ему лет 35 а он молодой говорит вот у меня молодой коллега учитель говорит вот не решает он эту задачу а как ты говорит отбираешь задачи на урок так очень просто я ведь включаю решебник есть задача в решебники есть и оттуда говорит беру решение и я значит смотрю потом совпадает с решебником да мы решили хорошо вы понимаете а это чистый на американизм американский подход также считалось когда туда нахлынули золотоискатели но явно среди среди них не было мало под профессионально подготовленных педагогов и они в режиме так сказать поочередно в одежурство вы сегодня идете мыть золото ладно сегодня я посижу с детьми чего им давать вот это да а как проверить вот сюда посмотреть ну ладно там вообще до сих пор сохранилась традиция что учителя вы знаете какой бунт был академик арнольд об этом писал штат я сейчас не могу наврать не буду говорить он жестко писал да 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 он писал говорил он писал такую лично можно ли с учителя требовать чтобы он без калькулятора компьютера умел разделить 111 на 3 вот это вообще как вообще это 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 реальное требование или нет понимаете доходит а там один из руководителей который отвечал за образование он говорил ничего нельзя давать в школе чего я не понимаю да я видел я видел это интервью четырех минутный арнольда великое у него такие потрясающие его надо просто вот что называется гуглить да google нам и читать принято считать что из америки мы ну как бы раз мы что-то оттуда берем значит это что-то ну хорошо работаю сюда и вот нет больше ошибки чем идея что мы берем хорошо работающие образование вот я его его пример приведу где-то на рубеже веков он встретился здесь на нашей территории с представителями компании боинг и они обеспокоенно спрашивают парнольда владимир игоревич а что это мы прочитали у вас в газетах берут крем в сторону американского образования мы горит специалистов где получаем почему наши самолеты летают мы горит специалистов берем в россии в китае в индии там ну и немножко из пакистана из разных таких вот стран выкачиваем мозги ну а как они это делают они создают невыносимые условия в россии для применения мозгов закрывают институты применения и так далее и если вы это сделаете но просто мы через некоторое время развалимся мы не сможем не только производить новые модели мы не сможем даже ремонтировать старые это это пересказ это пересказ вот разговора который был ночи они уже взяли на это курс потому что им уже совершенно пофигу будут летать боингер на самом деле то есть вот этим большим корпорациям на это совершенно наплевать это уже как бы это со старыми американцами типа трампа можно было чем-то договариваться а с этими вообще не о чем говорить их надо только под прицел держать все дела но так ну что значит что у меня осталось но мне осталось еще заметить что вот заметить еще одну вот про 2030 стратегии провод рейтинги да мы постоянно ставим какие-то цели которые потом съедают кучу денег оказываются невыполненными и более того цели они не они изначально были невыполняемы по внутренним причинам не только из-за того что так сказать мы не справились а еще в силу того что я про рейтинге короче говорю вот был до топ-100 вова зубков на канале garvard oxford который он ведет но так сказать канал понятно кто сейчас заглянет увидит там как поступить туда как поступить туда то есть к сожалению канал тоже способствует утеканию людей зарубежно но канал честный и вова сам честный я сам с ним дружу он значит довольно колкий там у него было шикарное интервью с гуриевым когда он там его вранье сопровождал опровержением тут же тут же прям в онлайн режиме он в то же в тот в тот в видео устраивал значит соответственно истинное положение вещей и он про эти рейтинги совершенно четко писал да вот этот вот 150 вуз МФТИ да вдруг выигрывает все поголовно олимпиады студенческие в мире да или там половину да вот этот вот вуз который вообще не виден там в первых двух сах почему ты тоже выигрывает а в чем суть рейтинга что именно он замеряет ну и вот он как бы вскрыл вот весь этот обман и вот непонятно следующее кто и зачем поставил в россии эту задачу кто этот человек почему он ее поставил я бы хотел его допросить и поизучать ответ потому что это как бы это либо вредительство либо это безумие чисто сердечное я считаю что это люди приближенные к власти довольно таки близко и это люди которые придерживаются определенных технократических взглядов мы не будем сейчас говорить можно я думаю я думаю что здесь вот это это же связано еще вот с этими грантами с распределения грантов дадут деньги ученым на работу или нет и что они сделали частные английские компании определяют актуальна тема не актуальна тема получит то есть они опубликуют или не опубликуют определенном журнале а это значит не опубликовали вас в этом журнале у вас закрылось финансирование и что делают наши бедные желающие дальше работать ученые они вынуждены извините ну последние свои разработки выкладывать да еще в переводе на английский язык чтобы удобно было читать соответствующим спецслужбам им не надо джеймса бонда сюда посылать понимаете чтобы разведывать наши всякие фокусы особенно тяжело гуманитариям которым подать статьи в таком количестве довольно тяжело потому что тут вообще разные планеты на самом деле идеологии так сказать и нравственные позиции общество но настолько кардинально отличается что они нас не понимают так же как мы не понимаем куда это у ребят собрались там у себя на западе куда вы идете и да ну хорошо допустим это было неправильно поставлены сейчас кажется уже это даже поняли но следующая цель какая 2030 да да значит смотрим на это прекрасно наш вуз значит адыгейский госуниверситет где работаю получил все нормально да там одобрения все очень рады и это очень хорошо но вопрос следующий почему пед вузы которые являются государство образующим местом где воспитываются педагоги обязаны играть в эти игры я понимаю что если вузов слишком много и государство например нужно 50 из 500 можно запустить игру того или иного вида но пед вузы нужны ребята все поголовно почему это вышло еще и ничего не дали как это вышло я спрашиваю лично фалькова почему так получилось это он запускал он это делал вы против учителей вообще да категорически против учителей почему ни один пед вуз не получил вне конкурса огромное финансирование и соответственно внимание там пире пире почему вот это все комплексная проблема во первых пед вуз должен получить финансирование там должна быть стипендия во вторых учительская профессия должна в дальнейшем быть привлекательный должно быть как мы говорим 5 мрот минимум в третьих соответственно русоборнадзору придется совсем подвинуться или лучше самораспуститься и вот тогда мы начнем заниматься делом они играть давайте мы перестанем играть в эти игры давайте кто-нибудь другой будет играть из 500 вузов 50 там могут быть выбраны так если из этих 500 вузов в принципе не очень но если они не очень важны вот каждый из них по отдельности тогда да можно запустить эти игры но пед вузы должны идти отдельной строкой и вообще кроме пед вузов я думаю что еще много вообще в целом идея что все виды вузов но это кстати уже озвучено да там есть семь направлений и к ним нужно по-разному относиться это кажется начинают понимать да кажется как это пчелы что-то подозревают сказал Винни-Пух пед вузы вообще-то подчинялись министерству нашему просвещения но их растворили в других половину растворили а теперь картинка смотрите какая получается я вот волею случая там три года очень настойчиво 50 территорий объехал облетел так сказать выступал перед учителями и в очень многих местах меня представитель института усовершенствования учителей но они сейчас по-другому там называются я естественно встречает а вы кто по профессии я говорит по профессии учитель химии а у вас есть учитель методист математики нет методиста математики нет простите а как вы вообще работаете и проводите вот все и в том числе переобучение учителей повышение квалификации а мы привлекаем опытных учителей то есть настолько размыли и убили кадровый потенциал воспитателей и перевод под подготовщиков учителей почему это сделали а это сделали именно потому что они за газ заранее знают свою цель что у них учитель вычеркнутая профессия но пока не признаются всюду указывать им на их цель указывать доказывать приводить их в угол откуда им удастся уйти еще эти раньше были методисты еще советское время если я правильно ничего не путаю которые соответственно при котором присылались результаты контрольных работ они их анализировали выявляли типовые ошибки писали методические письма в школы выясняли с кем работать из учителей как именно им можно помочь а теперь знаете кто помогает им очень просто сам министр просвещения или сам наш глава рособранадзора они докладывают что они повысили там как-то квалификацию учителей проведя вот эти вот в пр а теперь про цели про цели реформы я несколько слов скажу ведь были объявлены цели реформы какие они наверняка были благие я не буду перечислять и что нам обещали но что все будет расти в россии по нужно обещать что мы не будем никого учить это не америка это да но но говорим говорили что все делается для того чтобы стало лучше вопрос назовите мне хоть одну позицию по которой стало лучше нигде лучше не стало особенно вузовские преподаватели но буквально воют от уровня подготовки от того какой они я в кавычке возьму материал получают из которого они должны отливать пули у них не получится отливать пули понимаете потому что им надо переобучать их курс 2 тратить но человек систематически не работавший 10 11 лет он уже не научится работать а теперь у меня вопрос скажите если мы не достигли тех целей которые официально были объявлены кто-нибудь был наказан нет наоборот кузьминов был награжден орденом и не однажды и владимир владимирович сам ему вручал и он все таки ушел ну это это да это так и кажется нашелся да но это это почему потому что у них двойная бухгалтерия они объявляют одни благие цели а другие цели у нас стоящие ордена им дают за достижение настоящих целей совершенно вот чем трагедия до печально но в общем здесь разговор вот этот разговор наш дам надо понимать следующее что пришло время огромных изменений тектонических и больше не будет так я уже говорили надеюсь он меня процитировал я даже он мне даже не звонил но я все равно благодарен за то что он упомянул даже не не спрашивая процитирую я был очень рад еще раз повторяю переобувайтесь кажется вам это повредило в политическом процессе да меня полностью отцепили от Москвы но как сказать мы же знаем что у нас горизонт планирования длинный а у них горит земля под ногами и то что сейчас происходит в Сберии придет к каждому из тех экспертов кто на самом деле хочет все разрушить я это сказал на самом деле здесь не только Сбербанк это вообще в принципе тренд цифровизации который и не только в россии надо сказать потому что многие вещи пытались делать и в сша и в европе и я неоднократно приводил пример швеции где вскрыли полностью образовательный скелет и распределили соответственно самоуправление на 290 муниципалитетов где любой внешний провайдер может влиять на содержание курикулумы школы и это может быть организовано с комитетами собранных педагогов ассоциациями родителей не нужна в итоге соответственно с 1994 что ли года по сегодняшний момент есть несколько статей со статистикой резко упали образовательные результаты у детей повысилась рейд непосещаемости школы повысилась количество продаваемых да повысилась количество продаваемых лекарств от сдвг и прочих ммд из функций и как бы соответственно по статистике по результатам тестирования ПИСа они просели очень сильно в последнее время интересно интересно что есть информация я вот к сегодняшнему разговору не готовился но американская общественность в некоторых городах в некоторых территориях резко бунтует против перевода образования что называется в цифру но это конечно связано и с ковидом тоже но там начали переводить то гораздо раньше потому что там идут такие жалобы что дети ничего не понимают и то и другое пятое и десятое то есть до митингов дело доходит что наши не знают про это все самая основная самая основная проблема что эти материалы которые выходят на соответственно платформах независимых они же никем не рецензируются за ошибки в них никто не отвечает по сути говоря да в мэш творится какой-то ад я не знаю как сейчас но я видел много примеров какого-то просто ну полного то есть это то что но вот к сожалению там то что Владимир Владимирович подписал что только государственное и мэш что будет государственное конечно то есть это не спасет это не спасет но тем не менее разговор об этом начался и видимо он сказавший а уже сказать б в г и так далее я уже будет вынужден просто потому что в России спрос на массу образования есть и он в конце концов все равно он во многих странах есть он растет можно я скажу еще причину причина разницы у нас спрос на образование и например в Соединенных Штатах абсолютно разные там это Владимир Игоревич Арнольд говорил там там очень умеют считать деньги они считают а как отзовется вложение в капитал это вот столько ждать когда даст отдачу да нет вот урежьте образование не выпускайте балланчиков гораздо дешевле купить готового специалиста обученного в России там только нужно его обложить со всех сторон чтоб он там не мог реализоваться и он как миленький прискачет к нам в Америку а когда окончатся специалисты у них будет другая бухгалтерия это уже совсем другое дело вот а остальных за счет чего кормить так пока они обдирают весь мир у них есть за счет чего кормить но кажется мир начинает что-то подозревать на самом деле когда говорят про американское образование нужно понимать что мир то есть двенадцатилетние американской школы и мир университетов две абсолютно разные вещи разнесенные потому что университетское образование там очень дорогое а государственное образование американское оно ужасное оно не насыщенное ничем я какое-то время назад слушал подкаст This American Life которая называлась 3 мили и там сначала описывается эксперимент как две учительницы из двух разных школ из университет хайс хайс это публичная школа американская и филстон американская приватная школа в которой по-моему 40 тысяч в год стоит обучение решили обменяться учениками то есть классы поехали в разные школы просто чтобы познакомиться с менталитетом детей и там рассказывается история девочки Мелани у которой приключилась истерика она приехала из бедной школы богатую школу где дети ходят в форме где чувствуется менталитет и она поняла какое оно ничтожество по сравнению с ними вот и она провела там неделю полноценно потом соответственно она приехала суть была в том что девочка была очень умной на самом деле одаренной и она шла на стипендию от Middlebury по-моему Possess scholarship называется вот и она почти прошла а потом внезапно исчезла и подкаст был посвящен почему они находят эту девочку в итоге через 10 лет после того когда эта школа должна была закончена за права документы оказалось что она работает продавщицей все это время почему учителя говорили что она прошла но на самом деле нет она не прошла она провалилась на самом последнем этапе когда из 30 отобранных детей которые проделали огромную работу 15 отправили off the island и она была в их числе и собственно говоря основная проблема off the island с острова в смысле что это означает что не взяли то есть просто так не взяли да не исключили да просто волевым решением вот и собственно вот это показывает разницу она потом говорит что вот мне мой учитель Пабло говорил что мне нужно что многие вокруг тебя говорят что ты одаренный тебе нужно быть этим тебе нужно быть тем тебе нужно быть здесь что тебе нужно изменить мир и это будь реалистом то есть Пабло хотел чтобы я поступила в Гарвард я говорил будь реалистом я никогда не поступил в Гарвард в школе в которой я учусь даже каких-то курсов статистики нету типа AP классов против школы как Филдстон и ты выходишь через 4 года ты готов в такой школе как Гарвард и этого никогда со мной не происходило я не вижу ничего чтобы изменило это вот собственно говоря вот этот разрыв что есть люди у которых есть деньги которые учатся в приватных школах ну понятно и люди которых лишили всего но не ставят плохих оценок родители не сообщают плохих результатов хорошая массовая школа это отличный инструмент частичного выравнивания а можно я еще закончу свою мысль а в отличие от Америки Россия имеет другие совершенно источники другие ресурсы мы нигде не покупаем специалистов не имеем таких ни традиций абсолютно ни базы поэтому наш инструмент для выживания другой мы должны каждого своего ребенка развивать на максимум его способности к тому к чему он способен вот что дал Господь Бог да к чему он склонен вот это развивать при этом конечно не терять ни общую культуру ты хочешь стихи писать на здоровье здорово будем с тобой заниматься но ты и про географию знай и ты про языки знай и ты про математику знай как там повысить на 20 процентов или понизить на 20 процентов что-то кстати да вчера Света которая сейчас в четвертый класс пришла она вашу задачу нашла в этой книжечке в вашей задаче которую мне подарили то что на 20 процентов больше пятерок чем троек на сколько процентов меньше троек чем пятерок и она очень зависла на ней мы вместе разбирали вот и я она как-то грустила что не получается понять сразу я и утешил что 90 процентов населения земли задача не будет решена я вам приведу пример для взрослого дочки я приведу такой пример опять же в самолете читаю газету экономический обозреватель комсомольской правды пишет вот у меня рубль Пушкина такого-то года юбилейный 1999 года я его говорит за рубль получил на сдачу он стоил рубль смотрю в каталоге ба он стоит сегодня 600 рублей ай да Пушкин говорит он цитаты продолжаем подорожал говорит на 600 процентов говорит экономический обозреватель а там 59 тысяч с хвостом процентов а он говорит подорожал на 600 процентов вот вот где провал когда люди решают что они пишут стихи что они экономисты обозреватели или еще кто-то они отпихивают от себя историю и так далее вот это вот это неправильно никакой наша традиция массового образования по всем предметам и черчение нужно и география нужна и физика нужно давать физику нужно а у нас что стараются слить в один предмет ну алгебру с геометрией же уже слили в десятом одиннадцатом это отдельный разговор сейчас подбираются к тому чтобы на низком уровне семь девять тоже слить в один предмет вот против это надо тоже сильно выступать и может быть даже отдельный разговор это да это что мы продолжим беседы да у нас еще много чего там про ЕГЭ мы не обсудили это в другой раз обсудим на сегодняшний день это многосторонняя тема вот ну в общем я думаю что да сегодня мы на этом завершим да Александр Владимирович дорогой спасибо огромное что к нам пришли спасибо мне было очень тепло и интересно спасибо Маткульт привет пока Россия будет образованной счастливо спасибо 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 спасибо